Здарова, народ! Сегодня у нас с вами на обзоре вот эта гитара. Многие уже заметили на канале, что появился новый инструмент. Пару слов о ней. Это инструмент мастера Дениса Малыгина. Я оставлю ссылку, так что можете обращаться, либо мне писать, если вам понравится она в процессе этого обзора, либо ему напрямую. Вот. Что это за гитара такая? Давайте вначале слегонца характеристики, такие легкие. Но первая характеристика вес, она нелегкая. Весит она 4,4 кг. Серьезный агрегат. Мензура тут стандартная для суперстратов. Дерево, из которого она сделана, так как это инструмент у нас мастеровой, как вы понимаете, и рисунок, и все. С задней стороны деки мы с вами можем посмотреть как раз, как выглядит дерево. И дека у нас сделана из-за американского ореха. А, соответственно, гриф у нас кленовый, и топ у нас тоже здесь кленовый. Звукосниматели Сэймер Дункан серии SH. Здесь у нас, соответственно, имеется еще и отсечка звукоснимателей. Ну и, соответственно, накладка на гриф у нас палисандр. То есть, в принципе, те самые характеристики, которые должны быть в гитаре, которые всегда были. Я имею в виду то, что, допустим, реальный палисандр сейчас уже вы не сможете встретить на гитарах, на современных, потому что он просто запрещен, по-моему, для вырубки. То есть, либо есть какой-то лимит на его вырубку. Ну, то есть, если раньше гитара с палисандровой накладкой просто это был стандарт, то есть, сейчас уже это некая характеристика, так скажем, отдельная. То есть, уже мало где найдешь. Бронзовый порожек. Ну, то есть, что можно сказать? Полный фарш. Но самое главное, что вы могли здесь уже заметить, это система вот таких ладов. Об этом как раз мы сегодня будем долго и упорно разговаривать и сравнивать ее с обычной системой. Впервые я такие лады увидел у Стива Вая на каком-то давнишнем-давнишнем видео. Ну, много гитаристов, на самом деле, используют. У Стива Вая есть такая гитара. Потом недавно в одном гитарном коллабе увидел такую гитару у Марти Фридмана тоже с такой же системой темперамента. Долго я думал о том, как это снимать. Долго я думал о том, с чего начать вообще рассказывать. Как вообще объяснить, что это за лады. Потому что основная часть публики вообще никогда не задумывалась о каких-то музыкальных строях. Тем более не задумывалась, почему именно на гитаре у нас такая система ладов. Что вообще такое музыкальные строи и так далее. То есть, здесь, конечно, если делать конкретную отсылку в прошлое, то это вообще не на одну лекцию видео. Поэтому скажем вкратце. Обычная гитара у нас имеет систему строя под названием равно-темперированной. Современная электрогитара является у нас профессиональным академическим инструментом с равно-темперированным строем и хроматическим звукорядом внутри. Значит, система вот этого строя получила название True Temperament. Смысл в том, что здесь, вот в этом True Temperament строя, здесь лишены некоторые неточности, которые у нас есть в этом строе музыкальном. Есть определенные ноты, с которыми были всегда проблемы, но сейчас будем мы как раз играть и смотреть, как это все работает. То есть, система True Temperament, она более точно настроена, нежели изначально уже выставленные ноты. Как бы более точно, как они должны быть, учитывая все погрешности вот этой системы. Пробовать мы будем как раз на Distortion, потому что на Distortion у нас слышно. У нас там есть лажа, нет лажа. Вы сами знаете, Distortion как бы как раз при нем это сильно отличимо, у нас строят или не строят. Так, давайте пройдемся по настройке. Стандартный строй, точно такой же, как и здесь. Но будем смотреть, как это работает по всему грифу. Так, давайте пройдемся по струнам. И какие основные проблемы у нас бывают со строями. Например, такая основная проблема, допустим, с равном топорируемым строем, то, что у нас третья ступень в мажоре, и вторая ступень, они особо сильно, на самом деле, не настроены хорошо относительно друг против друга. Так, допустим, если мы с вами сыграем сейчас до-мажорный аккорд полностью, смотрите, все ноты. Звучит очень чисто, да? И как раз вот эту ноту ми мы с вами играем в ноту ре. Вот сюда, да? И вот это расстояние в равно темперированной системе, оно как бы хуже там сделано, то есть лажа там присутствует. Так, здесь из-за того, что, да, у нас как раз искривление ладов в пользу правильного интонирования. Так, давайте с вами сыграем полностью, да? Значит, смотрите. Довольно, довольно чисто. Давайте теперь сравним с обычным строй в равном темперированном. Так, играем здесь то же самое. Но, видите, да, эта третья ступень, она здесь уже лажает. Но если мы перейдем во вторую ступень, она будет играться намного чище. Переходим назад в третью. То есть, видите, да, вторая ступень вот здесь. Звучит чистенько, но третья. Она выходит из строя здесь. Хотя гитара также абсолютно настроена. То есть, если мы с вами пройдемся по всем струнам. То есть, все идеально здесь. Что нам придется с этим делать, да? То есть, смотрите, у нас тогда мажорный аккорд. Звучит так себе. Так, смотрите, вот у нас интервал будет. Большая секста. Вот как он звучит здесь. Намного чище, как вы видите. Видите, да, грязновато. Почему так у нас получается? Но зато вторая ступень. Звучит хорошо. Практически как на True Temperament гитаре, да? Но что нам делать? Вот смотрите, здесь у нас дилемма. Если, допустим, у вас в песне есть вот такие аккорды, да, с второй ступенью. И вы уже, когда переходите назад в мажор, уже это звучит не очень здесь. Поэтому здесь дилемма. Вот вторая и третья ступень, допустим, мажора, да, мы с вами обычную систему равномерно настроим. Мы с вами можем настроить либо во вторую ступень, чтобы аккорд лился, как ручей. Да, вот в вторую ступень, вот смотрите. Звучит хорошо. Либо... Что мы с вами делаем? Давайте с вами сейчас достроим. Достроим вот эту вот третью ступень. Так, прям на аккорд ее крутим. Чуть-чуть даже повыше можно. Вот, теперь более-менее мажорный аккорд звучит хорошо. Но если мы с вами сейчас вернемся во вторую ступень, смотрите, что будет. Вторая ступень уже не строит. Видите, да, получается, какой конфуз. Видите, да? Здесь при этой системе есть тоже маленькие погрешницы, совсем мизерные, но куда точнее она строит, да, вот в этом моменте. То есть, допустим, если вы делаете какую-то аранжировку и у вас и тот аккорд со второй ступени, и с третьей, допустим, участвуют, да, практически невозможно настроить обычную гитару. Постоянно вот вы настраиваете, настраиваете, настраиваете на определенный аккорд даже. То здесь, вот смотрите, мы с вами можем, в принципе, какой-то риф сыграть, да. Можем уйти с вами, допустим, в другую тональность. Давайте вообще с вами немножечко другие аккорды зайдем. Субтитры сделал DimaTorzok Видите, да? Здесь уже нам приходится выбирать, если мы с вами хотим либо вот такой аккорд, он звучит чисто, но если уже со второй, то он уже звучит грязно. Если мы с вами перестраиваем на вторую струну, то тогда, когда мы на третьем возвращаться, то уже вот здесь лажа. То есть мы с вами, видите, можем настроить только либо в эту ноту, либо в эту ноту. Но давайте с вами перестроим назад в мажор. Так вот, да? И вот смотрите, вторая ступень. Но если мы, смотрите, с вами пойдем в другой аккорд, что происходит такое? То есть мы с вами играем, смотрите, так называемый пауэр-аккорд фа. Так, квинта фа у нас звучит идеально. А что с октавой наверху? Видите, да? Октава уже не звучит. То есть если мы с вами идем вот с этого мажорного аккорда, с до, в пауэр-аккорд фа, октава наверху уже не сходится. То есть вот эти две ноты, здесь расстояние не совсем точное, которое должно быть вот здесь, между пятым и шестым ладом. Здесь, видите, таких проблем нет, потому что у нас пятый и шестой лад. Видите, да? Тут есть искривление, которое как раз и настолько, насколько и должно быть. То есть, смотрите, мы переходим с до на фа. Звучит идеально. Тогда я с вами проверю на других тональностях. Видите, да? Здесь практически какие-то неточности тоже есть, но идеальный устрою быть не может. но совсем куда лучше, чем на той. Тогда давайте еще раз пройдемся по вот этим аккордам и сравним с предыдущей гитарой. Но, видите, да? Вот эта вот октава, в которую мы постоянно переходим, она не дотягивает. А что будет, если мы с вами ее дотянем? Видите, да? Не достраивает. Вот мы с вами подтянули колок. Вот у нас с вами пауэр-аккорд, так скажем, фа. Звучит как надо, да? Чисто. Так, все нормально. Давайте с вами перейдем теперь назад с тот-то мажорный аккорд. Все, уже он не звучит. То есть, мы с вами должны выбирать либо вот этот. Но зато звучит лучше. Теперь у нас октава здесь. То есть, видите, да? То есть, обычный рамп-перевод строй его нужно постоянно достраивать. Если, допустим, вы пишете... Ну, я думаю, что вы в таком же процессе всегда какой-то перестройки, чтобы точно-точно-точно все было на своем месте. Потому что здесь уже вот так чисто записать... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова То есть, видите, да? уже нам здесь нужно делать как бы приоритет, в пользу которой ступени мы хотим настроить, чтобы звучал. То есть, допустим, если мы хотим с вами, чтобы у нас прозвучал вот этот риф, нам для начала нужно по-любому настроить... настроить... тогда звучит. Звучит хорошо сейчас. Но как только переходим на Фа... Видите, уже не очень. И так, и так, и так во всем. Многие-многие-многие такие моменты есть. Особенно при записи инструментов, да? Можно даже из двух идеально настроенных аккордов склеить вот этот риф, который я сейчас играл, но я имею в виду на записи, и будет тогда хорошо звучать. Писаниной занимаешься много, да? То постоянно надо что-то перенастраивать в обычных гитарах. Гитару так невозможно настроить. Знаете, как некоторые пишут, постоянно проблемы с тем, чтобы настроить гитару. Потому что если вы, допустим, пишете какой-то такой типа а-ля русский рок, и в открытые аккорды настроили, да, для чёса, она вроде хорошо звучит, начинает где-то соло играть, уже там тоника в тонику не так попадает. Надо уже перенастраивать. С этим же и связано, кстати говоря, когда мы с вами играем начало. Switch Out On My, многие даже писали в комментариях, не могут понять, почему в альбоме так криво звучит, короче, да, вот этот вот сам риф. Почему криво звучит? Потому что равно темперированный строй. То есть как раз Switch Out On My сыграть идеально можно вот на трю темперамент гитаре. Потому что видите, да, насколько Ре-мажор сам по себе чисто звучит здесь. Вот так вот, товарищи, вот такие чудеса вот эта система трю темперамент творит. Если мы с вами сыграем просто Ре-мажор здесь, смотрите. Идеально, да, звучит? Можно наверх куда-нибудь сходить. Идеально. Идеально строить. Ну, как идеально? Идеального не бывает. Но куда лучше, конечно, вот этот трю темперамент система, чем обычный равно темперированный строй. КОНЕЦ а если бы это был мажор идеально попали в большую терцию а Писали в комментариях, легко ли брать бенды здесь при такой системе, да, все как обычно Никаких особо таких недопсов нет, надо, конечно, попривыкнуть немного В принципе, по всем ладам вы и так попадаете здесь, ничего такого обычного нет Пальцы играют, как играют Нормально, все как обычно Я вообще сам еще до сих пор нахожусь в познании этого инструмента Играю на нем разные вещи, но такой инструмент совершенно точно пригодится тем, кто пишет музыку Потому что я вот несколько песен на нем уже отписал И действительно, один раз настраиваешь Ну, есть какие-то моменты с подстройкой, но не так, как, конечно, с обычным строем, с обычной гитарой Потому что она всегда находится в процессе настройки, ну, когда вы записываете, я имею в виду Такой инструмент под запись точно хорош, точно хорош Ну, и необычно слушать, что, в принципе, все равно все довольно звучит, конечно, поправильнее Интонирование получше у этой гитары, это 100% Особенно когда по аккордам играете, они прям такие, хорошо выстроенные На наших, конечно, обычно, так скажем, гитарах На них лажи, лажи на них, конечно, побольше, да Просто мы привыкаем к своими на гитаре, знаем, где нужно побольше подтягивать, поменьше подтягивать Она как бы такая родная становится, поэтому мы уже и аккорды там так вот раздвигаем пальцами где-то, чтобы получше звучало Здесь, конечно, вот этот вот строй True Temperament, он работает, реально работает Потому что разное я слышал, разное я слышал И говорили, что в одних тональностях работает, в других нет Но, в принципе, не знаю, я вот сколько играю Субтитры сделал DimaTorzok Везде, на самом деле, строить лучше, чем обычная гитара Везде Так что, ну что можешь сказать про систему True Temperament Опять же, это такой достаточно беглый обзор Я еще нахожусь как бы все равно в постижении этой гитары Открываю какие-то новые перспективы на ней Что же, вот такая вот она система True Temperament До следующих видео Может быть, еще будут обзоры этой гитары попозже Придумаю, что про нее как бы рассказать, показать Что ж, этого, в принципе, думаю, пока достаточно До следующих видео, пока!